Я привезла, кстати, не успела вам показать, презентовать работы, которые нас поразили. Эти работы говорят о силе людей, которые живут в Донбассе. Это работы одного из кузнецов, его зовут Михаил Виктор Петрович, и он всю жизнь занимался тем, что делал прекрасные изделия, и, собственно говоря, это подавал и был известен. Когда наступила война, он стал делать свои скульптуры из осколков, не снарядов, те, которые уже, собственно говоря, принесли вред. Целые парки разбиты в Донецке из таких памятников. То есть это не одна скульптура, это прямо 3-4 больших серьезных парка, что свидетельство всегда и напоминает о том, что война там не закончилась. Выстрелы звучат постоянно, вот мы сейчас на Донецк про центры говорим. Комендантская часть действует, но стоит от города уехать, там абсолютно нет надежды никакой на веру, ну вот к нашими глазами. Потому что еще раз повторюсь, что на каждом доме написано домоубежище, на каждом доме, практически в каждом доме выбитые стопы разрухой и пустотой. Вот. Что касается инфраструктуры. Люди. Донецк называют городом Рос. Кстати, вот почему Рос это и делает именно такие. И, вы знаете, поразило то, что когда домоубежки пройдут, ну то есть мы их слышим и выбитые вот эти вот окна там и так далее, все это разлетается по городу, уже в 5 утра люди перед работой встают и начинают убирать свой выбор. И так каждый день. Это вот такой день суркавом получается. Они встают и убирают бабушки, дети, там кто проснулся пораньше, взрослые. Уже работают поливаемые машины и они садят, садят, садят Роза, которые опять сносят и они их садят. Вот удивительное такое противостояние всему насилию, что говорится так.